Мы православные христиане. Мы свидетели Иисуса Христа. Говорим, чтобы люди познали Бога, жили по заповню Божьим. Чтобы не так жили. Мы два атеиста в стране сиборитов. Ну что, что атеисты? А тоже умирать будете? Надо приготовиться к этому. Где после смерти? В аду будешь или в раю? Гореть в огне или со Христом радоваться? Это же большая разница. Атеисты до первого поворота. Как война началась, а комсомольцы кричат «Господи, помоги». Когда попадают в плен, и все, еще лучше нас веруют. А вы на иконы молитесь? Мы на иконы не молимся. Мы живому Богу молимся. Но икона у нас есть. Мы православные. А какой Бог у вас? А вот. Ответь, братья, какой у нас Бог. Господь наш Иисус Христос. Вот наш Бог. А кто мир и солдат? Я понял, а институт церкви в вашем мироположении, как вы вообще его? Вы к ним обращаетесь или нет? Ходите в церкви или нет? Да, ходим. Мы православные христиане. Мы же говорим вам. В храм ходим. Я понимаю, православные христиане, но живя в России, я встречался и в России, и здесь. Я встречался со всеми. И староверы, и пятидесятники, и кто угодно. Скажите мне, пожалуйста, в каком формате института церкви, в каком он занимается в вашей территории? В какую часть жизни? Вы храмы видели в московской патриархии? Да. Ну вот, и мы туда же ходим. Это же ужас. Что ужас? А товарищ Миру Гундяев, у меня вопрос, вы как-то отдаете ему право представлять православную церковь? Вы поймите, что каждый сам за себя ответит перед Богом. Патриарх Кирилл сам за себя будет отвечать. Если он что-то где-то не так делает, Господь с него спросит за это. И при том, как в Библии написано, что строг суд с начальствующих будет. Очень строгий. Кто начальствующий. Вы задумайтесь сами, как вы будете перед Богом отвечать. А что вы девочки сейчас рулетки делаете, берущие, господа? Мы для того, чтобы свидетельствовать о Господе нашем Иисусе Христе, чтобы другие люди, которые не... Сейчас рулетки. Я говорю, мы пришли с той целью, чтобы возвестить о Христе. Вы это видите, это же грех для вас. Грех творить грех, а когда говорить о Боге, это не грех. Смотрите это, это грех. На нас это не влияет. Господь говорит, идите проповедуйте всякой твари. То есть в мир идите. И Господь пришел спасать не праведников, но грешников, призывать покаяния. Сидимом приколом, что здесь людям всем похуй на это. Вы не материтесь. Нет, почему? Они все верят в Бога и ходят в церковь. Знаешь почему? Потому что здесь до сих пор церковь осталась... Это исключительно форма социального сезона. А не промывание морков и не забирание лейтенков. Знаете, я отвечу вам, что на миллион верующих ни один такие поганые слова не говорит. Потому что у него страх Божий. Господь говорит за всякое слово, ответите в день судный. А тут знают, что мы говорим, даже снимаем на эфир, взрослый человек и такие слова говорит. Какая же ответственность за свою жизнь-то? Вот и без Божия. Мы атеисты. В Библии написано, конечно. В чем проблема? Да слово-то не проблема. Его слова протарять не надо. Американское слово взяли. Нерешенный вопрос. Вместо проблемы говорит. Вы не материтесь. А могу пернуть тебе в эфир хочешь? Знаете что? С собой-то человек может руководить. Я коротко из своей биографии скажу. Советская власть нас сильно... Послушайте, я полпредложения не скажу, вы перебиваете. Полпредложения даже не выслушайте. Мы атеисты. Я хочу из своей биографии что-то сказать. Вот смотрите. Советская власть преследовала верующих. Я зашел в камеру. Камера 70 человек. Курят и матерятся. Я зашел в камеру, перекрестился и говорю. Мир дома всему. Камера вся замерзла. Подходит старший, как пахан. А кто вы будете? Какая статья? Я говорю. 190 прим. А что это за статья? 190 это значит милицию где-то ты прихлопнул? Нет. 190 прим. Это распространение заведомо ложных измышлений, порочных общественный государственный строй. То есть религия для них была посторонняя. Так, я спрашиваю. Скажите, у вас где тут я вам не помешаю? Нашел место там встать? Никому не мешать? Я буду здесь молиться. Да, отец тут по-своему с ума сходит. Ну вот я начал молиться. В камере курят. Он подошел опять. Говорит. А вы, вот как вам в камере? Я говорю, курят много. О, так мы сейчас тебя найдем около окна. Они меня еще не знают. Я молюсь. Я кончил молиться только. Он опять подошел. А вы бы могли нам ответить на вопросы? Я говорю, пожалуйста. Я преподавал ни двум, ни трем людям. И в Эрмитаже, и в Москве, и в метро, и в Исаакиевском соборе. И вот теперь, он говорит, 70 человек. Я говорю, у меня с собой Евангелие. Кто не курит, тому я дам в руки, будет считать. В 8 часов камера замирает. Никто не закурит. За ними. А там не так. Я такой. С тобой разговаривать не буду. Рот заткнут грязной тряпкой. Вперед тебя, говорят, раздерут. Полная тишина. Открывается камера, с двух этажей охранники. И каждый день, два часа, я проповедую. Вы посмотрели, какое отношение как меняется. С допроса одного привели, ударили. Он через камеру пролетел, головой ударился. Я сразу постучал, кормушку открыли. Политодел пришел. Я начинаю ходатайствовать. Понимаете, мы руки опустили, ничего нельзя сделать. Можно делать. Сверху вбока. Советская. Стоять первая статья. Статья спрашивают, какая? 190 прим. УК РСПСР. Что такое прим? Ну, прим вверху черточка. Так считается. Это же 1986 год. Не сегодня. Эту статью убрали. Иначе по ней бы судили сейчас всю Верховную Думу. Нас они не щадили. Которые брали атеисты-то. При мне скольких убили. А я вышел живой. КГБ и кто приехал в первый день. Он живой вернулся. Меня отправили на вечную ссылку. Из тюрьмы в тюрьму таскают только. Я вот вам скажу, мужики. Так, минутку, послушайте. Вы откройте наш ресурс. Ютуб. Называется «Открытым оком во свете Библии». Вы там увидите все. Там у меня 13700 роликов. Как я с мэром стою. Как в университетах преподаю. Как веду занятия в милиции. В воинских частях. На заводах и фабриках. Как мы проехали от Владивостока до Лиссабона. Бог помог мне создать 38 томов книг. И я в каждую библиотеку дарил, ездил. Там они в библиотеке в исторической, парламентской, библиотеке Ленина, только в Москве. Отношение к верующим совершенно другое. Я здесь имею цель. У меня друзей много, врагов много. А мне 80 лет уже 10 июня будет. А неверующий, кого в 36 лет согнулся, уже отжил. Духовные импотенты. Опустили руки. Правители не такие. А ты молись, ты увидишь, они будут другие. У Путина в библиотеке мои книги. Скажи, пожалуйста, какой год стоит? Что? Что какой год? Получение статьи. Получение статьи в какой год было? В 1986. А в 1987, 15 марта, вышел указ Президиум Верховного Совета СССР о помиловании. Не о реабилитации. Нас в одну минуту выпустили. 310 человек было тогда, политзаключенных в России. Атеист. А что атеист дает-то? Безумие одно. Так вышел, что у нас по одному УК РФ, это вышла спекуляция с финансовыми махинациями, да? А второе, это что у нас случилось? От 1986 года у УК СССР? Короче, кражи, угроза или насилие в отношении должностного... Угроза или насилие в отношении должностного... Нет, нет, 190 прим. Оно дословно, я говорю, распространение заведомо ложных измышлений порощих общественных государств и строй. 190 прим. Меня судил Атайский краевой суд. Я дорогой еду. Прим какой? Вот слушайте... Никакой счастья нету. 190 прим. Прим, черточка вверху. Апосторов. У меня вопрос такой. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения, как человека верующего, богатство Триархата Московского, это что, это истяжательство или вынужденное? Безумие. Они должны быть бедными. У меня вот пенсия сейчас, в настоящий день, в настоящий день 8141 рубль 33 копейки, а 35 лет сажа трудового. Мне не давали работать, я прораб, а работал 40 лет печником. Я ни разу голодный не ложился спать. У меня ничего нету, нету. Все, от рубашки до шапки, все это где-то что-то взято. Что попало, мы все... Я начальник детского лагеря, сам образовал. Единственный православный это в России был. 45 лет. Без помощи государства тысячи детей подняли. А меня власть уже эти, уже новые, перестроившие, гнобили и добили. Но ничего не могли сделать. Лето заканчивается... Пожалуйста, а как в данный момент происходит ваше взаимоотношение с нынешней патриархальной властью? Мы в настоящий момент, вот как сейчас есть, мы относимся к русской православной зарубежной церкви. Мы две общины остались. Когда это объединение произошло, мы не подчинились. Но мы признаем их благодатность. Их патриарший здесь митрополит Барнауле, Сергий Иванников, он приезжает к нам в деревню. Мы с нуля строим православную деревню. У нас очень хорошее отношение со всеми. Мы ездили дорогой, ночевали в Баку, у мулы в доме, беседа с мусульманами. Я в мечети у них молился. Где мы находимся, они под защиту берут верующих, мусульмане. А с ними сильно разговаривать не будешь. В Чечню, говорит, не ездить, и голову режут, но вам-то все равно на меня. А мы ездили три человека, вчера большие чеченцы. И мы с ними говорили. Они как родные братья встречают. Почему? Знают, от нас не будет ни стрельбы, ни вреда. Вот что значит верующим быть. Так я знаю, за меня умер Христос. Он спас меня. Я готовился быть террористом всю жизнь. И в одну минуту Бог меня изменил. Сажись, пожалуйста. С вашей точки зрения, если вы так разнитесь в ваш взглядах по поводу нестяжательства, богатства и всего остального, влияния на сферу культуры и так далее, общественной жизни с точки зрения православия, в нынешнем варианте патриархата, да? Да не только... С вашей точки зрения, действия и богатства, и самое главное, все-таки больше, прошлое, товарища Гундяева, оно, как считаете, опозорит честь православного патриархата в России? Мы ответили, вы прослушали об этом, что каждый человек отвечает за себя. Я его признаю патриархом, подойду благословиться, но что делает, я ему обязательно выскажу. Они должны быть бедные. Все эти золоченые ризы, эти купола, все должно быть разделено, которые немощные. Пенсии повысить учителям. То есть сделать то, что Христос заповедал. Он говорит, легче верблюду пройти сквозь угольные уши, чем богатому войти в старство Божие. Они неверующие. Как они делают? Пьяный поп задавил двух человек, его опять выпускают, он идет. Если даже нечаянно задавил кого-то, нечаянно, он уже все, священником не будет. А сегодня все эти... Знаете, у нас в православной церкви есть каноны собора. 719 правил, которые действуют даже. А 413 нарушаются каждый день. Вот мы какие. Но у нас община, у нас не одно правило. Извините, что вас перебивают. Подскажите, пожалуйста, у меня есть такой вопрос. Вышел... К сожалению, я не подготовился к разговору, да, вот так вот, как к интервью. Я не могу оперировать. В каком-то не так давно году вышел закон о оскорблении чувств верующих. Скажите, пожалуйста, ваше отношение к этому? И стараюсь есть вопросы. Да это смешно даже. Что в себя включает оскорбление чувств неверующих. Вот мне вот это вот интересно, как человеку неверующему. Я сначала отвечу про себя верующим. Господь говорит, будут гнать вас, поносить. Велика ваша награда. Велика награда. Как я могу говорить? Закон этот незаконный. Вот сейчас свидетели Иеговы их запретили. За какое отношение? Это не теократическое государство. Они хорошие семейные, хорошо работают. Для нас они как еретики. Ну, я должен высказать, я не раз высказывался. Это несправедливо. И Путину наконец-то это дошло. И, похоже, закон отменят. А у них конфисковали эти помещения, там 470, что ли. Ну, разве можно так? Мы верующие. Мы должны ответственно относиться к этому. Вот у нас в России сейчас погублено 21 тысяча сел. Вы молодые люди. Как вы на это смотрите? Смотреть не надо, надо работать. Мы получили статус, взяли землю и уже 27 лет строим поселение. Где? Пять условий, кто может поселиться? Не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Своими руками храм, школу построили, пруды, дороги. Государство ни копейки в нас не вложило. Я 45 лет начальник детского лагеря ни рубля государства не дало. Ну и что? У нас лозунг везде висит, и дети скандируют. Россия должна встать. Россия – это мы. И все. И говорит, зохла собака. Мы должны молиться за начальствующих, за царей, чтобы Господь коснулся их сердца. А так я буду бухтеть, как Навальный, выводит Майдан, устраивает. Пожалуйста, Ваше отношение к тому, что, как Вы считаете, имеет ли право православный церковь и люди, проповедующие православие, вмешиваться в дела культуры, запрещать фильмы, театральные постановки, отменять выставки, врываться на них и так далее? Скажите, имеет ли и не является ли данный вопрос оскорблением чувств неверующих? Сорионов, я отвечаю, Сорионов, его НТО там придумали называть-то, и он врывался, это делал. Все, остановили. И больше его нету. Безумие, о котором от патриарха Дмитрия Смирнов, это правая рука по военным ведомствам, на его совести тысячи людей погубленных, танки, все благословлял. Ему давно место в тюрьме. А он, главный от патриарха, рулит, сидит. Мы не должны соглашаться с этим. Мы люди мирные. Господь послал, говорит, любите врагов ваших. Враг голоден, накорми, напой. А он благословляет танки, освещает, идут везде. В Чечне творят, что хотят. Мы должны это сказать. А вас, ну я знаю, церковная мафия самая страшная в стране. И мы не боимся это сказать. Почему? Я обрек себя на это. И по сегодняшний день Бог меня хранит. Самое зловредное, что против нас воюет, это попы. И ничего. Мы должны согласиться с этим. Так, что говорит? Повторите еще раз. Как вас зовут? Меня Лапкин Игнатий. Вы в интернете зарядите наш YouTube открытым оком во свете Библии. Зарядите. И напишите Игнатий Лапкин. И дальше вы можете потом по скайпу на меня выйти. Если к этим словам... У меня 13 700 роликов там. Если открытым оком во свете Библии напишите, уже не YouTube, а сайт. Там наш сайт. Там фильмы о нас, которые поставили государственные. Первое место в мире заняли. Году документальное. Там книги все мои, 38 томов книг. Ну, то есть это жизнь. А у меня нет никакого образования. Я технарь. А почему? Бог это открывает дело. Духом святым. Вы увидите, я там с мэром, преподаю в университетах, веду радиопередачи. Работаю в тюрьме. Бесплатно. Я ни за что нигде ни копейки не получал. Почему? Меня Бог ведет. Представьте, что с книгами мы поехали от Владивостока, с Барнаула, до Лиссабона, Прибалтику, Скандинавию и Север. И везде я дарил полный комплект книг. А полный комплект это 750 евро. И мы за три года, только летний месяц, и подарили на 35 миллионов. А у меня в пенсии 145 долларов в месяц. И мы живем, радуемся в Боге. У нас нет врагов. Враг я сам себе в зеркало. Посмотри, говорит. Спасибо вам за беседу. И я рад тому, что, может быть, я не попал с вопросами. Потому что я не был готов. Ну вот вы зайдите, я говорю вам. С тем вопросами, которые я попал, мне было очень приятно с вами пообщаться. И услышу, что вы крайне изменяемо оцениваете мир для человека православного. Я не хочу, чтобы это просто звучало... Я вас не спрашиваю, кто вы. Смотрите, мы деревню строим. У меня младший брат на 5 лет моложе. А мне в июне будет 80 лет. Он священник, протеерей. У нас этого нет. С тарелкой не ходят. У нас в церкви ничего не продается. Все бесплатно делается. Большое спасибо вам за беседу. Всего доброго. Охрани вас Господь. Во славу Божию. Всего доброго. До свидания. Бандиты бегают, раздевают людей. А что такое случилось-то? Здорово, батя. Добрый день. А кто вас там? Так милицию вызовите. Кто вас раздел-то? Меня дубинками избили еще больше. Да что вы говорите? Господи помилуй. Вот как. Мы верующие, а о Боге говорим. Вот видите, неверующие убили бы сразу, если... Я тоже верующий, батя, я тоже верующий. А я не вижу у вас креста нету, бороды нету. Чтобы узнать-то, признаков верующего-то нету. Ну, так получилось. Ну, ладно, ладно. Ну, вы что бы знали? Я в карманчике ношу с собой. И все это отняли у вас? Конечно, все забрали, менты поганые. Да что-то вот мы смотрим, вот в этой... Идем здесь, в рулетке-то. Половина раздетая. То ли приходят сюда обиженные, или что? Не, я не обиженный на жизнь. Ну, так а почему тут так много мусульман, и раздетых много? И девки, и парни, все раздетые. Ну, я не знаю, почему так получается. Если не обманываете, да говорят, они для того раздетые, чтобы быть готовыми. К чему? К блуду. К чему? К блуду, к блуду, блуд. Прелюбодеяние. К разврату. К блуду? К чему это? Да. Не, не, я к этому не готов. Да, я, ну не выдох, а другие, это молодые, прям совсем девчонки раздетые. Другой показывает свой член, прям сюда поставит и показывает. Ну, я, батюшка, извини, я свой член не показываю. Нет, вы-то нет, зачем вы? Я про вас и не говорю. Я говорю, вообще-то, тут же быстро меняются кадры-то. Мы пришли о Христе рассказать, что спасение в нем, он умер за наши грехи. Православные христиане проповедуем о Христе. Как надо жить правильно, чтобы после смерти в ад не попасть. Вас интересует этот вопрос? Я мусульман. А я с мусульманами очень много знаком. Почему? Очень хорошо мусульман знаю. Когда меня осудили, как верующий, я бывал с мусульманами. В одной камере, в одном лагере. Слава Христу. Мы православные люди. Я тоже православный человек. Да, пришли людей оповестить о жертве Христа. Знают Бога или нет? Ну, а кто же не знает о жертве Христа? Ну, а вот я просто по внешности хочу сказать, а почему вы без бороды? Если православный. Ну, да. Я подумал, что девчонка сидит-то. Я обознался. Да, да. Да, получается, я бреюсь. Да, я бреюсь. Получается. Ну, потому что все-таки я живу в таком городе, в Петербурге. Да. Это, конечно, сейчас у нас будет, конечно, вопрос восприятия мира. Да, и все. Верующий не рассуждает так. А кто любит мир, в том нет любви отчей. Дружба с миром есть вражда против Бога. А не понял. Зачем вам камеры, ребята? Камеры все снимаются, выставляются в интернет. Через 10 дней вы можете зайти на наш YouTube и себя увидите. Через 10 дней уже обещают конец света, ребята. Да, не надо. Запишите, как называется наш YouTube. Да, сейчас. Подождите. Лучше. Я тоже на стриме. Открытым оком. Я тоже на стриме. Вот. Открытым оком. У нас тоже все подрублено с пацанами. Вот. Тоже нас посмотрите, ребята. Мы тоже несем Божье слово. Вы, вот слушайте, что я говорил, зайдите на наш YouTube, называется «Открытым оком во свете Библии». Конечно. И вы туда зайдете дней через 10, потому что зараз не получается нас достать. Нет возможности. Ну, мы сказали, а уж вы как хотите. Потом, ну, чтобы не жалеть, что не записали. У нас очень богатые ресурсы. Открытым оком во свете Библии. Игнатий Лапкин. Мы из города Барнаула. Там найдете, там 13... Барнаул, кстати, очень хороший город. Мне нравится. Да, красивый, хороший. Это... Да, прикольный, очень интересный. Это себе... Жите со Сибири, Алтай. Да, и рейф, тусовки, и все, что надо. У вас дома-то Евангелие есть, Библия? Есть. У меня три Библии дома. Три Библии? А какие? Ну, у меня Тора еще. Ну, Тора-то отдельно, это не Библия. А Коран, это тоже Библия. Нет, это не Библия, это Коран. Так и называется Коран. Коран написан по Библии и по Торе. Нет, нет. Там что-то есть. У нее слово Христа, вообще-то. Очень есть. Слово Иса, Иисус, Иса. А Марьям, это Мария. У меня вышла книга. У меня Мария. У меня вышла книга, один том. У меня 41 книга вышла томов. И один посвящен мусульманству. Я разбираю по сурам и аятам весь Коран. Сурзной Труды. Сравнение. Так вы запишите, вы там найдете, книги стоят. Да, я все, у меня все записано называю. Сайт, это на сайте. Сайт открытым оком. Вот, видите, Библия. Православный библейский сайт. Там 50 книг моим голосом насчитано аудио. Библия, Златоуз, Жития. Это труды, я ничего не скажу. Архипелаг, ГУЛАГ, меня за это сажали. А вы Сашу Огородникова знали? Сашу Огородникова нет. Ну, который сидел. Мы одновременно сидели в разных местах. А Глеба Якунина? Ребята, я недавно вернулся из этого, ну, понимаете, из глубокой комы. Он... Я не так давно вкатился в эти... Понятно. Он диссидент был, священник. В якутских лагерях отбыл 7 лет. А Дмитрия Дудко тоже не знали, да? Я так честно скажу. А... Не в том месте находитесь. Понимаете, вы в интернете. А в интернете все, как говорится, придурки. Что тут делать-то в интернете? Ну, я не думаю. Я в интернете встречал очень хороших людей. Ну, про статистика позволяет. Ну, конечно, есть. Ну, реально это все... Ну, все на улице-то. Природа-то все... А про Александра Мения... Александра Мения слышали, знаете? Ладно. Будьте здоровы. Пойду я по делам. Счастья, здоровья, баю успехов. Я понял. Знаешь? Да, я... Да, я... Так вот, вы зайдете, когда на наш сайт, там мои беседы в аудио с Александром Мением. Я записываю, да, у меня все записано. Ну, я сейчас переслушиваю на звуя. Он не знает. Он не знает. Не знаете? Конечно. Кого? Александра Мения. Нет, нет. О-о-о! Его весь мир знает. Его убили, топором зарубили. Это священник-протеерей был, еврей. Угу. Мы знакомы были лично. Это энциклопедист. Высокого уровня. Интересно. Да. Ну, я не знаю. Попробуйте спросить еще у кого-нибудь. Я уверен, здесь... Нам зачем спрашивают? И мы даем. Мы просто выставили и говорим, мы даем бесплатно. Ну, я думаю, большему проценту посетителей вот этого сайта будет очень интересно. Я думаю, да. В принципе, все равно все, да. Вы поняли, что наш сайт называется? Чтобы зайти на него? Открытым оком во свете Библии. Он записал, да? Записали. У меня записано на аудио, да. У вас вопросы... Я думаю, здесь всем очень интересно будет, я не спорю. У вас вопросы какие-нибудь есть по вере, по спасению души? Ну, как говорится, матросов, ну, вопросов. У матросов нет вопросов. У матросов нет вопросов. А я матрос, у меня вопрос. Ну, это как структуристам. А вы, для вас, кем является Иисус Христос? Лично для вас? Для меня? Да. Ну, споры открывать не люблю. Особенно с людьми в теме, так сказать. Ну, поэтому скажу Сыном Божиим. Знаете, это все лукавый ответ. Библия говорит, Христос сказал, город не может ухрыться на вершине горы. Тебе отовсюду будет видно, что ты христианин. А мы, говорит, издаем запах живительный для жизни и смертоносный для смерти. Ну, для меня Иисус историческая личность, да, человек. Это спаситель мира. Он взял грехи мира на себя. Возьмите в Третьяковке картина Иванова «Явление Христа народу». Там вот так рука простерта. Иоанн Креститель говорит, это Евангелие от Иоанна 1,29. Вот агнец Божий, который берет на себя грех мира. Картина, которую 20 лет рисовал. Моисей тоже спаситель. Ну да, он вывел народ свой. Моисей – это избранник Божий, кратчайший человек. Да. И Мухаммед, и Мухаммед спаситель. Ну, это другое. Мухаммед провел до... Ну да, это их проблемы. 72 сражения, и только два было оборонительных. Спаситель. Это уже их проблемы, да. 72 сражения провел он. А умер в 632 году. И православные, да, за 6 столетий не послали ни одного Кирилла Мефодия к ним. Встретились уже под Константинополем. Вина там уже, там уже все решили в этом, в святынях. Там уже все разрулили, да. Да, вина тех, кто не проповедовал. Вера – это отслышание, отслышание от Слова Божия. Монахи закрылись, никому не говорили. А вот и вызрело это, бишь Божий. Так, ну, есть же сейчас вот это население, процент, придурки вот эти, которые популисты, научные вот эти. Вот это для них спаситель, это Северных Хокинов. Так у них и Навальный спаситель. Все спасители. Навальный – это вообще дурачок. Это, конечно. Скайвальник, да. Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие. Мы выполняем эту миссию. Вот смотрите, кто-то спрашивает, а зачем вы зашли на эту помойку? Смотрели фильм такой, книга Элая? Книга Элая, смотрели? Смотрел, это выдумка такая, смотреть нечего, время потерял зря. Бред, бред. Вы, чат-рулетки проводите такой же тернистый путь, как и он, ё-моё. Вы, чат-рулетки проводите такой же тернистый путь, как и он. Не такой. Сколько крови, сколько убийства идёт. Мы люди мирные, мы говорим людям о Христе. Зиблия на христианах, крови, на сражениях. А в Новом Завете какая кровь от христиан? Назовите хоть один случай. А в Новом, да, а в Новом нету. Нету. Любите врагов. А христиан в первые века только 475 тысяч замучили. И никто не думал, что это будет мировая религия. А сегодня 2 миллиарда. Ой, а евреев-то сколько замучили, это вообще ё-моё. И ептян сколько намучили. Ну это... А вы хотите быть благословенным? Я? Да. Честно? Честно. Нет. А вы знаете, что такое благословение и проклятие? Два полюса. С чем они разнятся? Да у меня другие полюса просто в жизни. Нет. Вы тут не пройдёте. Вы хотите, чтобы вас уважали, слушали, хорошо накормили, хорошо одеться можно было. Это благословение. А у меня всё это есть. Я, значит, я благословен. Вот. Хочешь быть благословенным? По полноте Божьей. Два полюса. Я вам их называю. Первое. Никогда не поноси народ Божий евреев. Никогда не проклинай семя Авраама. Ну, я сам еврей. Что уж там? Во. Это мы везде проповедуем. Теперь последнее. Между ними всё тут. Последнее. Плати десятину Божию. Малахи 3 глава 2 стих. Проклятием вы проклятие, что не платите, а Бог говорит, меня обкрадываете. У нас церкви нету, с тарелкой не ходят никак. Всё покрывает десятина. Ну, большинство храмов Петербурга мне очень жалко, конечно. Есть среди вот этих ребят и алчные в том числе. Но больший процент мне жалко. Люди, да. Скажите, пожалуйста, а как вы Исааковский собор? Были в нём когда? Да был, конечно. А почему он называется Исааковский? В честь чего? Ой, Исаакия какого-нибудь. А какого? Какого? Их много Исаакия. У меня племянник Исаакии. Не знаю, ну вот, наверное... А вы хотите узнать историю, название, не самого? И как я там проповедовал, когда... Вот я до этого дойду. Я... А вам не дойти. Вы когда подойдёте к воротам, главным-то, и посмотрите, там отлитые фигуры. Это Исаакий был далматский. И когда царь Валент пошёл воевать, он говорил, открой тюрьмы, выпусти христиан. И он сказал, бросить его, в болото бросили. Он остался живой. И он говорит, я вот с победой вернусь. Он говорит, не вернёшься, я уже запах жареного слышу. И так и получилось. Он говорит, посадите в тюрьму, кормите его скудно, хлебом да водой чуть-чуть. А он тогда, когда пошёл воевать-то, его разбили армией, болгары разбили. И он с двумя сановниками спрятался на стеновале где-то, а их подожгли, а не сожгли. Один подошёл, говорит, с победой идёт царь, тебе теперь будет. Он говорит, я жареное слышу, он уже умер, его нету. Ему открыто было. И в честь его назван был этот храм, Исаакиевский собор. И вот я, в советское время было, подошёл, женщина там, гид. И она над царскими вратами написана, поднимите врата вверхи ваши, войдёт царь славы. Ну, её спрашивают, а что это означает? Она говорит, во время Пасхи у священника красочная одежда. Ну, это, я говорю, это неправильно. А как? Я говорю, Христос воскрес, а Он Бог, никому не кланяется. У него такая слава, что перекладина вверх не мешается, и теперь обращение к перекладине. Подними повыше, чтобы вошёл царь славы. Она говорит, ну, тогда вы говорите. И сколько было, шесть там пунктов, где по храму шли, ну, гиды вели, они все в кучу избились. Через полчаса храм битком набитый. Она зашла, я говорю, знаете, к выходу подойдите, мы билеты продавать не можем. Люди жаждут. Я Исаакиевский собор знаю по советским временам. Я внутри его проповедовал. В Петергофе, в Третьяковке, в соборе Василия Блаженного. Почему? Господь говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И мы пошли. Как я тематично себе поставил плакат «Христос в темнице». То есть попал, можно сказать, да, я его поставил вчера, попал в точку, так сказать. Были мы на выставке на такой интересной, в манеже «Христос в темнице». Ну и вот. Там, значит, скульптуры, резьба по дереву Иисуса. Очень красивые работы такие, серьезные. Ну, потому что запрещено же было. А когда там из язычества повыбирались, они еще не знали. Поэтому Иисуса резали из дерева. Скульптуры очень красивые там были работы, да, повторюсь. А кем для Вас является Иисус Христос? А Вы уже спрашивали. Я исторической личностью. Нет, я думал, что Вы за это время могли поменять. Личным для Вас. Вот просто. Вы встали утром. Он Вам нужен, Христос, на сегодняшний день? Ну, я по-другому на это смотрю, конечно, да. Я смотрю на религию с философской точки зрения. Философия как раз говорит. Филя – любить мудрость. А вся мудрость у Христа. Философия – это, значит, знать Евангелие. Златоуз говорит, солнце катится по земле. Ты будешь смотреть? Вначале было слово, слово было у Бога, слово было Бога. Философия – это здорово. Но так, значит, чего философия? Философия. Любите мудрость Божию. Господь говорит, я – премудрость. Ко Мне обратитесь. Научитесь от Меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И найдете покой душам Вашим. Историческая личность – Ленин, Гитлер, все исторические. Где они? На свалке истории. Аристотеля, как говорится. Еще Платон говорил. Никто не знает и никому не нужен. А Христу каждый день молятся миллионы людей. Молятся благословения, чтобы он прибыл с ними, спас. Да, и на Путина молятся. На Путина никто не молится. Ой, молятся. И на Сталина молятся. 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 Ну, как он что? Молятся, значит, он живой отвечать может. Я видел. А Путин же, он святой при жизни. Его же в Лигу Святых, по-моему, занесли. Да нет, не надо говорить. Ничего нет этого. По-моему, факт. Он правитель. Мы молимся каждый день за него. О нем. Что, Господи? Сохрани его от подкушения и прочее. При жизни в Лиге Святых. Или это что-то вранье? Я однажды иду. У нас тут памятник Пушкину стоит. И бабка ходит какая-то. Александр Сергеевич, я строку одну потеряла. Помоги мне найти. Она строку писала и строку потеряла. О строке молятся. Ну, смешно же. Ну, это уже это, по Гигелю, бытие. Бытие-небытие. Ну, а как писал Маяковский для Ленина? Ты живее всех живых. А Валерия Новодворская плакат вывесила. Зюганов, забери свою вовлу отсюда. О, да. Христос сегодня посылает своих верных, чтобы свидетельствовали о Боге. Я могу сказать. Тут показано цифры сегодня. 111 тысяч людей. На 111 тысяч. Вот сейчас мы всех спросили. Почему ты здесь? Ни один причину не покажет, какая у меня. Зачем я попал сюда? Ну, возьмите статистику из тех, кто здесь сидит. Извиняюсь. Процентов 10 с оголенным половым органом. Да. Процентов 40 сидит вот так вот и говорит, типа, э, ну, или что-нибудь такое. 90% мусульман. Мусульмане, да. Я говорю, причина, по какой попал туда, сюда, кто, почему пришел? И почему я пришел сюда? А я, а я зашел, значит, познакомиться, ну, поговорить, потому что у меня ребята спят, а я спать не хочу. Я сегодня проснулся поздно, у меня каникулы, да, в институте. Вот. И зашел поговорить с какими-нибудь музыкантами. Время от времени натыкаюсь на музыкантов. И реально способна вот, возможно, появляется поговорить о музыке. Вот. А я музыкант, ну, в натуре. Тогда я вам скажу, по какой причине я оказался. Я же не вашего возраста. Да, вы несете слово. Причина. Вот, послушайте. Неделю назад умер мой очень близкий человек, брат. Брат во Христе. Он ударился, когда наырнул головой, ему метр восемьдесят, росту, ему ровно... Метр девяносто. А? Метр девяносто. Метр девяносто. И ударился, у него семь позвонков разлетелись в гребезге. В тридцать лет было, и он в семнадцать лет лежал парализованный. Но у него движимое было только во всем теле, один сустав. И он вот так вот двигал, а пальцы скрюченные, и он работал. Иконы писал. Вы зарядите где-нибудь Сергей Козлов, парализованный иконописец. Вы удивитесь. И он вот умер. Но последние дни у него много там было на его ютубе разных роликов. А тут он сошел сюда, на эту рулетку. И два ролика было. А у меня большие ресурсы. Вот у меня ютуб тринадцать тысяч и семьсот роликов. Если зарядить открытым окном. Не по окну. И сайт, и везде. А я здесь ни разу не был, не знал. И я тогда говорю, господи, дай мне талант Сергея, что я зайду сюда, в это дно адова. Есть тут люди интересующиеся, нет? Да, дно. И я пришел сюда и прошу, господи, дай мне талант брата Сергея. Он беседовал с ним. И с ним обращались лучше, спарализованные мусульмане, чем русские. Я пришел сюда выполнить миссию Божью. Рассказать о скором пришествии Христа. Чтоб люди приготовились, покаялись, жили по евангельским заповедям. Заповедями любви и света. Добра и милосердия. У вас там голубка ходит сзади? Да. Голубка ходит сзади. Да, у меня две большие голубятни. И здесь, где они? А вон она где сидит. Вот. И в комнате маленько держу, чтобы варковали. Да мы тоже тут ждем всех, в принципе. А кто не ждет? Знаете, мне вас жалко в городе живете. У вас все отравлено, и вода, и пища. Нет, это да, это честно. Я вот в деревню в Беларуси, мы к дедам ездили недавно. Ой, ну прекрасно. Тысяча человек населения, но вообще тишина. Все, что хочешь. А мы... Ну уж родился вот в таком вот большом городе, в мегаполисе, так сказать. Ну уже не оттянешь, так сказать. Сейчас говорят, если случится беда, ну какая-нибудь там водопровод и прочее заклинит это. Пробка из Москвы будет 130 километров. Да, первые все умрут в городах. Особенно зомби апокалипсис, если что, то вымрут все города. Это в любом сериале можно сказать. Так вы вовремя уезжайте, постройте деревню-то. Вот мы с нуля взяли землю и деревню православную строим с нуля. Нельзя пить, курить, материться, воровать. Правила какие? Дом, который построил Джек. И дождь пойдет, и он устоит, потому что на фундаменте, на глубокой вере. А неверующий он тут теряется. Я вот сидел когда за Христа в соседней камере, повесился представитель, советский представитель был, посол Йемена. А арестовали, а он совершенно к жизни не готовый, генерал. А, ну классика, да. И все на себя руки наложил. Я плотник, да. Столяр, так сказать. Лет к сорока я к этому, ну, точно приду. Абстрагируюсь где-нибудь, возведу себе двухэтажную башенку, да, домик. Есть такое стихотворение. Но если четверть века позади, а ты еще не звонок и не ярок, еще не приготовил свой подарок, то от тебя подарка и не жди. Да, это есть такое, да. Дурачок, он и в 20 лет дурачок, и в 40 лет дурачок. Это, ю-моё, понятная истина. Ладно, пойду я. Да у нас все так, когда поговорят, все куда-то идут, как будто попами стали. Те все бегут куда-то, народом не занимаются. Ну, с Богом. Я, я занимаюсь, я много занимаюсь народом. Я социальный работник вообще. Заходите на наш YouTube по открытым окнам во свете Библии. Да, хорошо, будьте здоровы. Все сбывайте. Кто-то напал на них тут. Голые сидят, и женщины, и мужчины. Салют, мужики. Сатана раздел людей. А был один святой, он также раздетый, и книгу прижал, а его спрашивает, серапион звать, а кто вас разделал? Он на книгу показывает, а книга, Евангелие, вот такая вот Библия. Он говорит, она меня разделала, она говорит, последний отдай одежду. Нуждающимся. Она отдала. Одну книгу оставила, а потом переезжать надо было, на другую сторону реки он и книгу отдал. А вы читаете Библию? А вы читаете Библию? Конечно, мы читаем ее. И по ней стараемся жить. Вы откуда? Город Барнаул, Алтайский край. Вы на наш ресурс зайдите, на наш богатый ресурс, открытым оком во свете Библии. В Ютубе. В Ютубе. Я понимаю. Блин. А что вы здесь делаете вообще? Что-то у вас... Что вы здесь делаете? Мы в Ютуб пришли, выполняем поручения Христа. Он говорит, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет, в ад пойдет. И поэтому мы пришли сюда. Смотрите. Слышали такую новость, что будет конец света? Вы верите в это? Слышали такую новость, что будет конец света? Об этом говорит Библия. Об этом говорит Коран, Веды и Тора. Все об этом говорит. Даже верующие богу Ра. И те верили. Мордуху и те верили. Если этого нет, то не за чем жить. Подожди. Бог Ра это бог солнца, по-моему. Да, да. Смотрите. 1 северня в 11 буквально часов где-то, грубо говоря, 50 минут будет конец света. Вы верите в это? Нет, конечно. Перед концом света должны быть такие события мирового масштаба. Там, где находится сегодня Мещать в Иерусалиме, там будет храм еврейский. И от них будет представитель сидеть в Машиах. И он будет царствовать 3,5 года. Этого ничего еще нет. Людям будет начертание на лоб, на руку. 666 зашифрованное. Никто не знает, что. Не продать, не купить, кто не покорится. Великий Пей. Одна треть населения Земли должна быть уничтожена. Можно секунду? А 666 это же ведь код дьявола, так ведь? Ну, это так говорят. Это 666, это не просто цифра. Три шестерки. А то привыкли мы их считать. Это код дьявола под дьяволом. Ад. Ну, считается так. Божественная полнота это 7. А у дьявола он берет шестерку. А почему? А так удобно. Вот на конверте шестизначная цифра, смотришь где. А почему? Ну, так устроено. Им, говорят, удобно считывать. А почему не 7? 7 это полнота. 7 звуков. Дори ми фасоли си. 7 светов разных. Крашеный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Человеческая голова. У него 7 органов, которые воспринимают все. 7. Тогда такой. Почему не 5? Нам не надо спрашивать, почему. Бог готовое дал. Мы должны теперь это исследовать и не задавать. А почему не на лбу? Лоб-то выше глаз-то я бы и выше видел. И сзади бы один глаз. Такие вопросы не надо задавать. Это имели дурачок, может задавать только. Посередине находится глобелла. У вас плохо слышно почему-то. Я говорю, посередине находится глобелла. Посередине находится глобелла. Вот здесь вот. Я просто так сказал-то, что Бог готовое творение прекрасное подал и изучайте. Все. Ладно, спасибо мужики. До свидания. Слава Христу. Аминь. Мы православные люди. Свидетельствуем за вами, да? Да, свидетельствуем о Христе. Вы желаете поговорить о спасении своей души? Я не верю в вашу Библию. Ну что, что не верю? Не верю, не уничтожает реальность. Верующие, не верующие, все на суд Божий придут. Давай. Только верующие могут изменить свое положение. Мы православные... Мы православные... У меня такой вопрос, у меня такой вопрос, я вот захожу сюда, я смотрю, я тоже встречаю туда христиан, основном, все. Занимаются всякой пошлостью, так скажем. Может быть так. Это не может быть так, оно так и есть. Ну, я вижу здесь... Вы мне задали такой вопрос, я задал вам встречный вопрос. Если у вас есть ответ на этот вопрос, ответьте, пожалуйста. Безбожие. Ответ один. Неверие в Бога заставляет человека творить пакости. Хорошо. Этот человек, вот, христиане, вот, основном, я даже скажу, христиане, основном, вытворяют такие пакости. А я сижу, а я сижу тут, общаюсь вот нормально, с адекватными людьми, как бы познаю мир, можно сказать, и развиваюсь. А вы у меня спрашиваете, почему мусульмане тут сидят? Да, я спрашиваю, ни один не отвечает. Почему? Это считается... Я же вам отвечаю. Я вот сижу тут, общаюсь с нормальными, адекватными людьми, развиваюсь. Ну, я не знаю, тут развиваться-то. Я тут всякой пошлостью не занимаюсь. Я тут общаюсь и развиваюсь, так скажем. Развиваю свою речь, развиваю свой ум, можно сказать. Тут очень даже адекватных, нормальных и умных людей. Очень даже, вот, скажем. Я вот познаю, можно сказать. Как отличие от некоторых. Я тут не страдаю там и не занимаюсь всякой опросностью. Правильно? Я ответил вам на ваш вопрос? Да, ответить-то ответили. Но дело в том, что сейчас статистику нам показали. 40% раздетые. Кто христиане, там не узнаешь. Почти 90% мусульман. Они только нас увидят. Доли секунды они сразу прячутся. А мы проехали с миссионерской поездкой. Шесть мусульманских республик прошли Турцию. У нас хорошее отношение с мусульманами. А здесь боятся как огня. Я говорю, ты Коран-то хоть читал? А зачем, мусульмане? У меня Аллах есть. Я говорю, Аллах Акбар? Ну да. Но хоть читал хоть один раз, то в руках не держал Коран. Но какой же верующий-то? И это большинство. Я говорю, скажите, что самое ценное у мусульман в вашей религии? Самое ценное, которое потерять нельзя. Они не могут ответить. Ни один не ответил. Что самое ценное у мусульман? Ответьте вы. Ну, религия. Вот сама религия и вера в силу. Нет, религия это общее название. У каждого человека похожее. Какая-то обязанность мусульман, которая самая ценная, которой у христиан нету даже. Я же тебе и говорю. Я же вам, вернее, извините. Не знаете. Я же вам говорю. Тогда слушайте, я вам отвечу. Самое ценное у мусульман это пятикратный намаз. Это понятное дело. Мы совершаем семь раз в день молитвы. Семь раз. Это самое ценное. Мы только отдельные, отдельные которые. А у мусульман везде. Тунис, которые берем мусульманские страны. Они пять раз собираются. Я ставлю вопрос. Почему христиан это не сделали у нас? И когда мы ехали дорогой, у нас миссионерская поездка от Ледовостока до Лиссабона была. Я книги свои дарил в каждую библиотеку. Если мы где-то молимся, а рядом работают мусульмане, они нас в обиду никогда не дадут. Они очень любят, когда человек молится. Я проехал по всему миру и в Америке везде был. И мы были в Азербайджане, в Баку, мы ночевали в доме у муллы. Ходили в мещете, я там молился. Их насторожило, я кланялся по-своему. Я встал, меня три круга охватывают. А когда я уходил, все улыбались и руку протягивали. Я говорю, это зависит от человека, от людей тоже зависит. Вы сами знаете, христианство у вас и православное великие. У вас тоже она как-то искажена и делится вот на... К сожалению, православную веру, я вот говорю, наши не знают Библию. О душе. Как душу спасти? От Бога никто не скроется. Перед Богом все открыто. Будет суд Божий. И надо, чтобы после смерти в ад не попасть. Вы хотите знать это? Я знаю это. Ну как? Умирать-то все равно будем. Тут вам судей не надо. Он говорит, я знаю. А что вы знаете? Скажите, кем является для вас Иисус Христос? Даже не знаю. А вы меня спросите, я скажу, это мой Спаситель. Мой Господин, который искупил меня от смерти. Своей смертью. Я верю в Него. И человек, не верующий в Него, он погибший уже при жизни как труп. Не верующий в Сына Божий не увидит в жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Вот так написано в Евангелии. Интересно. Всем нам належит предсадь присудилище Христова, чтобы получить соответственно тому, что делал в теле. Живя в теле, доброе или худое. Второе послание к Ариентинам 5-10. Да уж. Интересно. Ну вот, о суде Божьем писал Ермонтов на смерть Пушкина. Есть Божий суд на перстнике разврата. Есть грозный судей, а он ждет. Он недоступен звону златы. И мысли, и дела он знает наперед. Когда спрашивали учительницу, она говорит, это народ. Да народ как может знать только мои мысли какие? Это только Бог. На земле много несправедливости. А мы ищем справедливости. А на земле ее нету. Иоанн Златоуз говорит. Это говорит, что раз Бог справедливый, справедливость должна восторжествовать где? На том свете, когда суд Божий будет. И несправедливость больше всего говорит, что суд Божий будет. После смерти. Когда? А этого никто не знает. Но события, какие перед этим должны быть, в Библии написаны, какие должны быть политические события? Божечка. Центром всех событий будет город Иерусалим. В смысле, все там будет проходить? Да, там будет храм построен, где находится у них этот аях, своя мещеть. Она будет убрана. И там воссядет еврейский мошаг правитель, антихрист. И он будет царствовать ровно 42 месяца, 3,5 года. Это будет тирания, которой мир еще не знает. Гитлер и Сталин, это детишки маленькие. Над всем миром один царь. Одна треть населения земного шара будет уничтожена. 2,5 миллиарда. Это уже рядом подошло где-то. Денежная система будет устранена. А вот чип тебе и показано. 666 на лбу и на правой руке. Вы меня тоже снимаете, да? Да, это через 10 дней будет на нашем ютубе. Вы запишите, чтобы зайти. Открытым оком во свете Библии. Открытым оком глазом во свете Библии. Открытым оком через сколько дней? Ну, примерно дней через 10. А вам для чего это? Ну, потому что администрация пока обрабатывает ролики. Сейчас одного записывали, а из-за кадра начались матерки. Теперь надо высчитать, вырезать, там работа будет идти убрать. Мы ничего не добавляем. Только матершинников убираем. У нас там большой-большой ресурс. 13 700 роликов. Неплохо. И что вы за это имеете? Ничего мы не имеем, кроме радости во Христе. Под этими же позывными, открытым оком во свете Библии, если зайдите сайт, пойдете на наш сайт. Там наши книги, там фильмы у нас сняты, там наша работа, ответы, которые я давал по радио и радиопрограмме в университетах, когда вел занятия. Вам будет очень интересно. Вот я крестик носил, и я его случайно сорвал с себя. Прошло несколько лет, я опять делал крестик, и опять получается так, что я его срываю с себя. Ну это неправильно. Крестик можно купить, и все. Я понимаю, я понимаю, ну просто как бы нитка плотная, понимаете, а я еле-еле задеваю, и она прям лопается. А когда... Нет, у меня вот крестик, вот я православный христианин, вот он, крестик, и он у меня уже несколько десятков лет, и я в нем в тюрьме был, везде, где только я не был, за веру меня сажали-то, и у меня его не отбирали. И обыкновенная капронная ваниточка. Ну вот, я просто хотел узнать, почему так? Ну почему, не знаю. Бывают понебрежности, бывают, ну, разные причины. Думать об этом не надо. Купил другой, повесил крестик, и все, мало ли что. У нас будет карман прохудиться, и деньги выпали. Ну почему? Ну не зашил вовремя, плохая материя. Тут никакой сакральной мысли нету. Понятно. Ну, удачи, мужики. Всего хорошего. Ищите Бога, пока Бог близко, чтобы после смерти в ад не попасть. Христос умер за наши грехи, и ждет покаяния, чтобы мы в Него веровали. Богу нашему слава. Храни вас Господь. До свидания. Дай Богу. Да. Спаси Христос. За что? За все, что Он нам дает добро. За Сына Его, Единородного Иисуса Христа, Который умер за нас, и дарует жизнь вечную. Мы для этого пришли, чтобы людям сказать об этом. Приготовьтесь к исходу из этой жизни. Господь призывает, чтобы после смерти в ад не попасть. За наши грехи Христос умер, и верующим в Него Он дарует прощение грехов, но только чтобы к прежнему не возвращались. Жили по Его заповедям святым. А это кто тебе сказал? Иисус? Бог, Господь наш Иисус Христос, Спаситель мира. Это Он тебе сказал. А так и написано. Апостол Павел говорит, Бог явился во плоти, показал себя ангелом, проповедан в народах, вознесся во славе. Пожалуйста, дядя, а как тебя зовут, как я к вам обращался? Как зовут вас? Меня зовут Лапкин Игнатий, город Барнаул. У нас большой ресурс есть в Ютубе, открытым оком, во свете Библии называется. Через 10 дней примерно мы выставим этот ролик, и вы сами себя увидите. Это будет важно, что я себя сам увидел. Открытым оком запомните. А почему вы верите в Бога? Слышите меня. Почему? Потому что без Бога жизнь бессмысленная. Я был маленький. А вы его видели? Вы видели Бога? Бога невозможно видеть. Его надо сердцем почувствовать. Сердцем. Бог со мной. Вот утром встал, я помолился, и весь день благословил. А если я не чувствую Бога, что делать? А ничего не делать. Делать ничего не надо. Ты приговоренный уже. Вместе с сатаной будешь в одумщице. Вес ответ. Бесы веруют и трепещут. А я не верю. Вот мне, смотрите, 21 год, и я не знаю, что такое Бог, и я не знаю, что такое сатана. Что мне делать? Я не трепет. Покаяться и верить Евангелие. Написано. Проповедь. Что нам делать? Спросили Петра. Он говорит, покайтесь, и докрестится каждый из вас своими Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. А если атеист? А если атеист, это безумие просто. Видеть весь этот мир прекрасный. Кто его создал? Природа. Кто разум дал? У природы нет разума. Она не может дать. А вы не видели Бога, чтобы говорили, чтобы это все было природа? Что? Видели ли Бога? Свидетели Бога? Нет. Он говорит, видели ли вы Бога? Бог явился во плоти. Христос. Бога никто никогда не видел. Единонародный Сын, Сущий мне древчим, Он его явил. Это второе лицо троицы. А почему вы верите в Бога, если вы его никогда не видели? Ну как же, разум никто не видел, но все верят, что разум есть. Как профессор, воин, и национерский врач со Сталином беседовал, он разрезал, он говорит, а вы видели хоть раз душу человека? Он говорит, Иосиф Писаренович, а как вы считаете, вот умрете, вас вскроет, ваш ум будет виден? Нет, так у вас ум есть или нет? Сталин говорит разумно. Да, согласен. Согласен. У вас вопросы есть, которые касаются спасения вашего? Что-то хотели узнать? Моего спасения, смотрите, я вообще не видел Бога, и я не знаю, что это делать. Это не верите до первого поворота. Когда войну было, начинает бомбить. А как мне Бог поможет? А он дал вам жизнь, глаза, воздух, землю. Это вы крайне неблагодарный человек. Бог дал вам все. У вас все на месте. Я же вижу вас. И нос, и рот, и уши. Все на месте. Да, и даже руки. И весь организм. Это совершенство. Большей красоты человеческого тела нет. Кто это создал? У человека 10 всего клеточек в мозгу выполняют работу больше, чем электроника 10-этажное здание. Я на самом деле очень рад, что вы так верите в Бога. Вы, пожалуйста, еще раз вышли, зайдите на наш ресурс, открытый мохом во свете Библии, YouTube, и вы там все найдете. Я не буду заходить на ваш ресурс. Не буду заходить на ваш ресурс. Так вы зайдите, как отрицать-то? И вы увидите там наши беседы. Мы же со многими людьми беседуем, с мусульманами. Какие отношения? Но я до сих пор не верю в Бога после ваших слов. Я встречался с безбожниками, но когда меня посадили в тюрьме, таких там много, но проходит какое-то время, они каются. И я ему говорю, теперь ты вызови прокурора по надзору и скажи, что ты лгал. Так меня тогда не выпустят. Да другого пути нету. Ему семь лет. Но он вызвал прокурора и теперь стал по-новому говорить все. У него условно три года дали только. Так вся тюрьма гудела. Почему? Бог. Богу нельзя лгать. Ты Богу доверься. А при чем тут Бог и правосудие? Потому что Бог правосуден. Он есть правосудие. Но вы даже не видели Бога и не знаете. 14 глава, 6 стих, Евангелие Тяна говорится. А вы не думаете, что Бог это просто наше, так сказать, усугубление для самого себя? Да неплохо бы было так, безбожникам думать, чтобы ни за чего не отвечать. А откуда человек взялся? Откуда совесть в человеке появилась? А ни у животных, ни у кого нет совести. Откуда? Олег взялся от амебы. От амебы? Из морских клеток. У него мозги, как амеба у безбожника. Простая, обыкновенная, маленькая муха, муха. Это эволюционирует, правильно? Даже муха. Слушайте, вот я, еду дорогой. Вот вы сейчас меня послушаете. Все эволюционирует, правильно? Только люди. Они создали какие-то смартфоны, за которые можно пальчиками тыкать, правильно? И они сейчас создали то, о чем вообще никогда мы даже не могли подумать. Андроиды, роботы, обычные роботы. Вы вообще об этом могли подумать? Вот теперь я вам надоедаю. Не об этом думать, а думать, что у всех есть создатель. Кто создал? А человек в миллиарды раз сложнее, он сам по себе возник. Да, эти инструменты есть, вот телефон у меня. Кто создал? Сразу мысль, кто? Я не знаю, кто, но в каком городе, не знаю, но кто-то создал. Само по себе не могло. Так и человек не мог. Птицы, насекомые, цветы, все разное. Как это? Все разное. Это почему? Конечно, все с амебой. Амеба одна. Мозги с амебой. Да, амеба. Бог говорит, я создал тебя. Я создал. А вы как думаете, из-за чего произошло человечество? Из глины. Господь говорит, из праха земного создал. И сказал в воде. И вода произвела птиц. Сказал в земле. Земля животных произвела. Он Бог. Мистер, пожалуйста, посмотрите свойство глины. И теперь поймите, что не может произойти из глины. Не может человек. Он не творец. Что раньше произошло? Курица или Иисус спрашивает? Думает, тупик загнали. А, конечно, курица. Бог сказал, и курица появилась. Сбугрилась земля, и человек появился. Так что первое? Глины или курица? Курица, курица, курица. Бог сказал, и все птицы появились по мановению Божьему. А курица закудахталась, петухом познакомилась. Курица, ага. Конечно. Все прекрасное в мире Бог сотворил. Амеба, амеба у нас сдохла и нету. Почему она сейчас амеба не может породить ни слона, ни карася? Вы просто не знаете. Не знаете, нет, знаем. Расправит очень много всего. Знаете, академик Верхов немецкий, и он говорит, человек от обезьяны, он исследовал всю жизнь, ни одного, нигде нет скелета, там, астралопитека или пятиконтропа нету. Взятый от разных животных кости на расстоянии пяти метров. Он разоблачил это все. А вы сами не думаете, что вы не похожи на рыбу, вы больше похожи на обезьяну? Нет. Нисколько. Обезьяна не молится. Вы вот данный момент нисколько... Мы молимся Богу, Богу просим. По определению скелета не похоже, да? Да мало еще скелета. Не скелет определяет. Определяет разум и совесть. Вера. Определяет скелет, поверьте. В разуме и выживание это... А откуда у человека совесть? Скажите, совесть откуда взялась? От амебы? А у нее нету его. Как она... Во всей природе нет нигде совести, только у человека. Откуда совесть? Это мозг. Вы не торопитесь отвечать. Откуда совесть? Что такое... Мозг. Что такое совесть? Объясните, что такое совесть? Не знаете? Слушайте внимательно. Совесть это тот участок души, через который слышится голос Божий. Совести нету, Бога нету. То есть Бог нас закинул на всю эту планету и все, и это все так произошло? Да. Сегодня уже доказано. Хромосомы показывают, что все произошло от одного. Это только сегодня доказано, да? Уже сегодня доказано, что все произошло от одной пары людей. Определенная структура молекул и все такое. У обезьяны этого нет. Пытались совокуплять человека с обезьяной. Это мертвое. Никак. К березе нельзя привить кукушку, чтобы что-то среднее было. Бог. Знаете, вот всякие картины... Вы сейчас говорите полную чушь. Вы же это сам понимаете, да? Я понимаю это не умом, а верою. Вот смотрите, первый человек... Вы это понимаете, верою, но... А откуда еще... Первый человек на Луне кто был? Вы грамотный, не амеба. Какой первый человек? Так, как звать его? Гагарин. На Луне кто был первый? Гагарин. Да на Луне, на Луне, на поверхности Луны Гагарин. Гагарин-то 300 километров один круг сделал. Зачем вы неправду говорите? На Луне кто ходил? Первый человек. Я не знаю. Так, кто первый облетел вокруг Луны и вернулся? Джеймс Ирвинг. Первая книга, первый человек опустился на Луну, который... Нейл Армстрон. Молодец, И он Библию там оставил. Они верующие, верующие. Верующие, которые на Луне были. Неверующих там не было. Вы меня с темы сводите. Так же. Вы меня с темы сводите. Все? Повторите. Я говорю, вы меня с темы сводите. Вы его с темы сводите. Бог, он ждет покаяния, чтобы мы жили по-божески. После смерти в аду не были. Окей, окей, хорошо. Вы Бога видели? Нет. Я вам ответил на вопрос, Бога нельзя видеть. Да, тихо, тихо, ну помолчите, пожалуйста. Смотрите. У нас есть звезды, которые за миллиард световых лет и везде Бог. Как это можно видеть? У Бога нет места. Да вы даже Бога не видели. Почему вы говорите, а Боги мне? Два миллиарда христиан верят. Два миллиарда мусульман верят, а никто не видел Аллаха. Аллаха никто не видел. И два миллиарда верят. Какой-то ебучий Иван Грозный вел то, что, блядь, христианство, а значит Бог.